Напряженная ситуация в Совете Безопасности ООН. Генсек организации призвал к прекращению огня между Израилем и Хамас, заявив, что обе стороны виновны в убийствах мирных жителей, а также в нарушении международного гуманитарного права. Это заявление в Израиле расценили как оправдание террористической атаки, которую Хамас применил по отношению к жителям Израиля, и отметили, что откажут представителям ООН выдачи виз после таких высказываний. Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в секторе Газа. Позвольте мне внести ясность, ни одна из сторон вооруженного конфликта не стоит выше международного гуманитарного права. Также важно признать, что атаки Хамаса не произошли на ровном месте. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации. Но недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие атаки Хамаса. И эти ужасающие атаки не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа. В своем выступлении Антонио Гутерреш подчеркнул, что помощь, доставленная в газу, не отвечает потребностям региона. В том числе не хватает топлива, которое вот-вот в считанные дни закончится. Генеральный секретарь ООН повторил свой призыв к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям и потребовал немедленно освободить всех заложников. Последовал жесткий ответ Израиля. Господин генеральный секретарь, в каком мире вы живете? Это явно не наш мир. Скажите, каким может быть пропорциональный ответ на убийство младенцев, изнасилование и сожжение женщин, обезглавливание ребенка? Как можно согласиться на прекращение огня с кем-то, кто поклялся убить вас и разрушить само ваше существование? Как? Позже министр иностранных дел Израиля отменил запланированную в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН и написал в соцсети, что после жестокости, которая произошла 7 октября, места для сбалансированного подхода нет, и Хамас необходимо стереть с лица земли. Посол Израиля в ООН назвал речь Гутерриша шокирующей и потребовал его отставки. С другим, неожиданным заявлением выступил президент Турции. Хамас — это не террористическая организация, а группа освободителей и маджахедов, борющихся за защиту своей земли и граждан. Дорогие братья и сестры, у меня, конечно, были благие намерения, но они ими злоупотребили. Эрдоган отменил запланированный визит в Тель-Авив. Он осудил бомбардировки сектора Газа и раскритиковал западные державы, которые, по его словам, ничего не делают, кроме как, цитата, «проливают слезы по Израилю». По данным Минздрава Газа, с начала войны погибло без малого 6 тысяч человек. Из них около 2 тысяч — это дети. В свою очередь, власти Израиля утверждают, что в результате атак Хамаса погибло почти полторы тысячи израильтян, членов общин, сосредоточенных близ границы с сектором Газа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok